17 августа в сети стартовал первый цифровой мастер-класс по прыжкам на лыжах с трамплина в формате реалити. Главной героиней проекта стала 13-летняя летающая лыжница из Чайковского, которая мечтает попасть в сборную России. Об особенностях проекта и о предстоящих спортивных планах Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина при камне узнаем у Евгения Котегова, директора по маркетингу Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина при камне. Евгений, приветствую вас. Добрый день. Очень рада вас видеть наконец-то уже в формате студии, живое общение. Ну и вот первый у меня такой вопрос, как вообще родилась эта идея с реалити? Было ли что-то подобное ранее, может быть? И, ну, вот расскажите об этом. Родилась идея из-за невозможности провести настоящие сборы детские, по примеру тех сборов, которые были у нас, например, в прошлом году, тогда приехало 150 ребят от Санкт-Петербурга до Магадана, они все собрались в Чайковск. И главными звездами тогда была сборная Норвегии, это олимпийские чемпионы и чемпионы мира. 21 человек приехал в прошлом году, и надо было на детей просто смотреть, там у них глаза горели, потому что когда тебе олимпийский чемпион проводит утром разминку, а днем и вечером ест с тобой в одной столовой, ты можешь просто к нему подойти вот так потрогать пальцем, это, конечно, дорогого стоит. Но в этом году изначально мы договаривались со сборной Австрии, весной стало понятно, что сборная Австрии не приедет, а ближе к лету стало понятно, что и лагерь у нас, видимо, не может быть проведен. Но это грант Министерства спорта Российской Федерации, в его исполнении должны участвовать несколько заинтересованных лиц, это Чайковский институт физической культуры, это Краевая Федерация, это Федерация общероссийской прыжков на лыжах с трамплин и лыжного двоеборья, Олимпийской Академии при Камье. И я предложил вот такой формат. Давайте возьмем человека, который уже умеет прыгать на лыжах с трамплина. У нас была такая героиня, это девчонка, которая себя достаточно активно ведет в соцсетях. Ее зовут Алиса, фамилия Вараксина. Она у нас заняла второе место на больших детских международных стартах рождественской турне, которую мы проводили в 15-й раз в январе. Я ее спросил, Алис, что ты хочешь дальше? Она сказала, я хочу выступать в сборной. Честно-честно, правда-правда, ответила Алиса. И мы подсадили ее к сборной. Это получилось очень интересно, потому что она ребенок, ей невозможно соврать, и она не врет. Она очень честная, она очень открытая, она проходила все тренировочные дни, а это не одна тренировка в день. Она уставала, и это прям можно будет увидеть, как она уставала и насколько ей было тяжело. Но она очень крепкий человечек, и ни разу не заплакала, ни разу не сказала, нет, нет, я больше не буду. Она проходила день за днем все те же испытания, все те же разминки и тренировки, которые проходит сборная России. Может быть, уже есть какие-то промежуточные результаты, чем похвастаться, число просмотров? У нас есть партнеры. В первую очередь, это социальная сеть ВКонтакте, которые нам помогают рассказывать шире, чем могли бы это мы сделать своими силами, вложив там, может быть, много денег в это. Нам помогают это делать бесплатно. У нас за первые три дня, ну, за миллион просмотров уже ВКонтакте. В остальных социальных сетях чуть-чуть поменьше, но мы выкладываем каждую серию везде. И у нас можно найти в Фейсбуке, нас можно найти в Инстаграме, можно следить за всеми приключениями Алисы, и это очень весело. А сколько они еще будут длиться? Они будут идти две недели, до 30 сентября. 30 сентября мы подведем итоги с Алисой записанные, а 29-го мы проведем цифровые онлайн-соревнования по прыжкам на лыжах. Про них поподробнее, пожалуйста. Это тоже интересная вещь, потому что каждый спортивный лагерь должен подвести к каким-то итогам, к каким-то соревновательным итогам. И здесь тоже мы подсмотрели, точнее так, мы взяли самое лучшее, то, что есть в плане обучения судей в судейском корпусе Международной лыжной федерации, и мы подсмотрели примерно похожую идею наших американских друзей, созвонились с судьями экстра-класса международными. Они восприняли идею на ура, идея в следующем. Тренеры присылают нам записанные прыжки, летние детские прыжки из трамплина на искусственном покрытии, которые совершены в этом году. 29 августа мы будем их постепенно запускать в эфир. Судьи будут их оценивать как на настоящих соревнованиях, а победитель получит виртуальный кубок. Самое приятное в этом, это, наверное, взаимодействие с нашими пермскими разработчиками. Я здесь хочу огромное спасибо сказать ребятам из реактор-видео, которые написали программу, полностью повторяющую пульт, который используется на международных соревнованиях. Это непросто, это было сложно, но мне было очень приятно, что ребята за кратчайший срок это смогли воплотить в жизнь. И судьи, наши российские и казахские судьи, которые будут принимать участие, они уже очень высоко оценили эту работу и сказали, что такого Международная Лыжная Федерация не делает. А самое главное, что эту программу мы можем использовать в дальнейшем, например, на детских соревнованиях и повышать квалификацию судей. Вы знаете, что мы всегда следим за вашими спортивными достижениями, за вашими сборами, соревнованиями. Вот хотелось бы узнать, что в ближайших планах куда-то, поездки, сборы? Самая главная история в ближайших планах, когда мы подведем финал нашему цифровому лагерю, это 12 сентября. Вчера официально было озвучено, и сегодня я это подтверждаю, проведение этапа, российского этапа, международной серии, забегов на трамплин, которые называются Red Bull 400. В этом году нас можно прям по пальцам одной руки пересчитать, очень-очень мало. Будет еще в Чехии, будет еще в Норвегии. И нам очень приятно попасть в этот пул, нам очень приятно, что нам разрешили. Мы решаем вопрос с дистанцированием атлетов и зрителей, мы решаем вопрос с тестами на COVID. И, наверное, я надеюсь, что у нас получится, и наши дорогие участники смогут получить этот тест, пройти этот тест абсолютно бесплатно. А так мы ждем абсолютно всех 12 сентября. Приезжайте в Чайковский на лучший комплекс трамплинов «Снежинка». Посмотрите, и, может быть, вы еще примете участие в забеге на самые тяжелые 400 метров жизни. А если еще дальше заглянуть, может быть, еще что-то в планах есть? Планы есть. Планы есть. Планы есть, конечно же, вновь принять детские соревнования, международное рождественское турне в январе. Конечно же, есть планы принять финал Кубка мира и континентального кубка в Чайковском. И я надеюсь, что все это случится. Евгений, спасибо вам огромное за интервью. Я, конечно же, желаю успехов и во всех проектах, которые сейчас федерация реализует. Редактор субтитров А.Семкин